Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об известном советском поэте, барде, рок-музыканте, художнике и журналисте Александре Башлачеве. Несмотря на около сотни написанных им стихов и песен, при жизни он не записал ни одного альбома. Лишь после смерти Башлачева стали выпускаться его песни такие пронзительные и искренние, «Пасашок», «Грибоедовский вальс», «Ванюша», «На жизнь поэтов», «Время колокольчиков» и другие. Саша Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце в семье Николая Алексеевича Башлачева, начальника участка теплосилового цеха на заводе, и Нинель Николаевны, преподавателя химии. Позже в семье родилась сестра Александра, Елена. С самого детства Саша увлекся поэзией. В возрасте трех лет он сочинил первое стихотворение. Читать будущий поэт научился примерно в четыре года. Мама пошла чего вспоминала. Я его не учила ни азбука, ни чему. Когда мы шли с ним по городу, он читал вывески, все подряд, сам научился. В школе талант Саши не остался незамеченным. Его первые сочинения приводили в пример, а со своими друзьями Саша сочинил летопись индейцев племени Дакота, поскольку они любили играть индейцев. Его классный руководитель Роза Молоткова рассказывала, что благодаря Саше ее класс начал выпускать «Альманах», где ребята весьма интересно писали о школьной жизни. И именно Башлачев руководил всей редакцией. Оценивал материалы, правил тексты. Он сам писал стихи, а шестого класса – прозу. Правда, эти произведения потом так и не нашли. Говорят, что Саша их уничтожил. В старших классах у Александра стал проявляться интерес к музыке. Информацию он черпал из западных музыкальных журналов. У него была специально заведенная тетрадь с записями названий, составов групп, списками песен с пластинок. Просто накапливать информацию Саше было мало, поэтому он изрисовал два альбома фантазиями на темы любимых групп. Однако ходить в музыкальную школу Башлачев отказался, объяснив родителям, что жалеет тех, кому приходится все время заниматься. Но когда для младшей сестры купили пианино, Александр сам его освоил и часами мог на нем играть. После окончания школы в 1977 году Александр поехал в Ленинград поступать в Ленинградский университет имени Жданова. Первые два тура на факультет журналистики Башлачев преодолел без труда. Проблемы начались, когда приемная комиссия потребовала показать опубликованные статьи абитуриента. Школьного альманаха оказалось недостаточно. Не поступив, Александр возвращается в родной город и устраивается на работу художником-оформителем на Череповецкий металлургический завод. Помимо того, Саша поступил в школу общественных корреспондентов при редакции городской газеты «Коммунист». Его заметки и статьи были высоко оценены редакторами и часто публиковались. Это позже помогло ему стать студентом. В апреле 1978 года Александр увольняется с завода, а летом поступает на факультет журналистики в Уральский государственный университет Свердловска, Екатеринбурга, который заканчивает в 1983 году. Учеба дается Александру легко, поэтому юноша почти не посещает лекции. Вместо забрёжки Башлачев проводит время в Череповце, где вместе с музыкальной группой «Рок Сентябрь» пишет песни и выступает на фестивалях. Сам Александр не выходит на сцену, отдавая предпочтение сочинению песен и организации выступлений. Творчество коллектива имело успех как в Череповце, так и за его пределами. Всего для репертуара группы «Рок Сентябрь» Саша написал чуть больше 20 текстов. Весной 1983 года группа распалась. Параллельно Александр стал участником Университетского театра трёх актёров. Начал играть на гитаре, исполняя свои песни самостоятельно. В этот период он получил прозвище «Сашбаш». Говорили, что его он придумал сам. Один из первых сольных концертов Башлачева состоялся в Архитектурном институте Свердловска в 1982 году. По воспоминаниям очевидцев, песни не произвели на зрителей большого впечатления. Мы почти не хлопали, расходились испуганные. Кто-то интересовался, когда уже начнётся дискотека. А он в то время уже пел «Мы льём своё больное семя, и пора собираться на бал». После окончания учёбы в октябре 1983 года Александр устроился корреспондентом на работу в партийный отдел Череповецкой городской газеты «Коммунист», о чём впоследствии сильно жалел. Уровень культуры обслуживания, конкурсы между водителями транспорта и новостями металлургической промышленности не являлись предметами интереса Александра, даже как журналиста. Но Саша был в газете на хорошем счету, и в какой-то момент ему позволили открыть рубрику «Семь нот блокнот» на молодёжной странице «Горизонт». Здесь он уже писал о музыке, излагал впечатление отпущения разнообразных мероприятий, продвигал идею создания рок-клуба Вологодской области. В сентябре 1984 года на квартире своего друга журналиста Леонида Парфёнова Пашлачёв показал свои песни опальному в ту пору музыкальному критику Артемию Троицкому, с которым незадолго до этого познакомился. С подачи Троицкого месяцем позже Пашлачёв уехал из Череповца в Москву с серией «Квартирников». Так называемый первый концерт состоялся осенью в доме основателя группы «Футбол» Сергея Рыженко. Саше предложили записать песни на домашней студии. Кассеты с записями разлетелись по всему Советскому Союзу. Весь следующий год музыкант чувствовал себя на подъёме. Появились новые композиции, в числе которых «Дым коромыслом» и «Ржавая вода». Пашлачёв играл бесчисленные квартирные концерты в Москве, Ленинграде, Новосибирске и прочих городах страны. Из Москвы Саша решил переехать в Ленинград, где в марте 1985 года состоялось его первое публичное выступление в шестой аудитории Ленинградского ветеринарного института, когда он вместе с Юрием Шевчуком спел несколько песен на неофициальном концерте. Запись этого концерта в 1995 году была издана фирмой «Манчестер Файлз» под названием «Кочегарка». В середине 80-х Саша создаёт свои самые знаменитые стихотворения, среди которых «Всё будет хорошо» и «На жизнь поэтов», где появляются мотивы скоротечности бытия. Оба были написаны в 1986 году. Так заканчивается стихотворение «Всё будет хорошо». «Только не бывать пусту, ой, да месту святому, всем братьям по кресту виноватому. Только-только подмоги не проси, прими и донеси. И поутрус поёт трубач песенку твоей души. Всё будет хорошо, только ты не плачь. Скоро, скоро, ты только не спеши. Ты только не спеши». А вот финальные строки на жизнь поэтов, которые будто предвещают скорую гибель. «Ну вот ты, поэт, еле-еле душа в чёрном теле. Ты принял обет сделать выбор, ломая печать. Мы можем забыть всех, что пели не так, как умели. Но тех, кто молчал, давайте не будем прощать. Не жалко распять для того, чтобы вернуться к Пилату. Поэта не взять всё одно ни тюрьмой, ни сумой. Короткую жизнь, семь кругов, беспокойного, лада. Поэты идут и уходят от нас на восьмой». С течением времени Башлачёв познакомился со многими известными людьми. Побывал в гостях у Аллы Пугачёвой, у Андрея Вознесенского, который высоко оценил его поэтический дар. Также Саша выступал перед актёрами театра на Таганке и многими другими. Он стал членом Ленинградского рок-клуба, а на Пятом Ленинградском рок-фестивале 1987 года ему был вручён приз «Надежда». Чтобы его не привлекли за тунеядство, Пашлачёв фиктивно работает в коммунальном отделе Мосрайсовета Ленинграда, а потом в знаменитой котельной «Камчатка» на Бухина-15. Весной 1987-го Пашлачёв начал сниматься в документальном фильме «Рок», но затем извинился перед режиссёром Алексеем Учителем и отказался от дальнейших съёмок. Кадры с ним были изъяты, но позже, когда музыканта не стало, его похороны снимали операторы, работавшие с учителем, и некоторые моменты вошли в позднюю версию фильма. Все свои шедевры Пашлачёв создал меньше, чем за два года – с лета 1984 по весну 1986. Последние полтора года жизни Сашбаша были очень грустными. Он постепенно угасал, был потерян. Саша почти совсем перестал писать стихи и новые песни. Выступал с трудом и в малую долю былой силы. Алкоголь, наркотики и бытовые передряги тут совершенно ни при чём. Случилась загадочная штука. Пашлачёв, подобно героям сказок, внезапно утратил свой дар. Источник вдохновения иссяк. Стихи больше не приходили к нему. В августе 1987 года Пашлачёв уехал в Киев для съёмок в картине Петра Солотенкова «Барты покидают дворы» или «Игра с неизвестным». По воспоминаниям очевидцев, Александр был отрешённым, погружённым в себя. Когда пришёл момент съёмок в Киево-Печерской лавре, опять отказался от продолжения съёмок. В январе 1988 года он даёт несколько концертов. Последний, сохранившийся в записи, концерт Саши состоялся на квартире Марины Тимашевой 29 января 1988 года. На 17 февраля 1988 года у Пашлачёва были назначены очередные съёмки для фильма «Город». Съёмочная группа в мастерской Виктора Тихомирова вела подготовительную работу, когда в дверь вошла Марьяна Цой и сказала «Не ждите». Между 7 и 9 часами утра 17 февраля Александр Пашлачёв выпал из окна кухни съёмной однокомнатной квартиры номер 281, расположенный на восьмом этаже дома номер 23, корпус 1 по проспекту Кузнецова в Ленинграде. Погиб на месте, ему было 27 лет. До сих пор идут споры, было ли это случайное падение или самоубийство, но официальная версия склонилась к последнему. Близкие друзья долго вспоминали последние месяцы и дни жизни музыканта и поэта. Многие отмечали, что Башлачёв находился в глубокой депрессии и остро ощущал собственное одиночество. Смерть Саши потрясла всех, кто его знал. Башлачёв был похоронен на Ковалёвском кладбище Санкт-Петербурга. В могилу поэта положили гитару. На похороны пришли все его друзья, питерские рокеры. Несмотря на самоубийство, друзья Саши добились, чтобы его отпели по православному канону. Многие рок-исполнители посвятили композиции Сашбашу. Посмертно были изданы альбомы с песнями Башлачёва, а в Череповце в 2009 году был открыт музей его имени. В мире поэзии Александра Башлачёва ничего не изменилось. Его стихи по-прежнему актуальны и прекрасны. Саша был рокером по тусовке, хиппи по образу жизни, но по сути он был и навсегда останется великим поэтом, человеком внутри души и вне времени. На этом наш рассказ завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч!